Всем привет, друзья! С вами Амик, и мы продолжаем играть в WildCraft за любимейших моих орлят и орлов, конечно же. И смотрите-ка, у нас тут Амилочка, у неё уже второй этап из трёх, и, конечно же, у нас есть Риточка, которую уже можно вырастить. Ничего себе, а когда это её можно было вырастить? Ну всё, мы вырастили сегодня уже первого, первого птенца, но нам осталось ещё одного. Амилочка на втором этапе, и мы идём охотиться. Друзья мои, обязательно ставьте лайк, 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 и кто не подписался, подписывайтесь, чтобы следить за нашими орлами. Ну и что ж, друзья, теперь мы с вами действительно можем охотиться с поднятой головой, потому что наша семья очень большая. Кстати, сегодня постараемся побольше открыть сундуков. Накопим много-много-много-много золота, чтобы открыть побольше сундуков, потому что хочется что-нибудь интересненькое уже найти в WildCraft. В последнее время ничегошечки я не мог найти в WildCraft, хотя мне недавно, достаточно относительно недавно, мне выпал всё-таки этот прекрасный мистикл скин... Мистикл, мистик, мистик, мистик скин на моего орла. И теперь вся семья ходит в этом мистике. По-моему, очень круто, смотрите, как они очень круто выглядят. Слушайте, надо будет сегодня попробовать ещё сходить на БК, да, и плюсом нам нужно ещё ежедневное задание. Выполнить нужно победить две белки. Всё-таки мы в тот раз не прошли это задание, это как-то странненько, потому что хотелось пройти до конца. Так, ну что ж, у нас скоро должна... Так, подождите, осторожно, тут волк на нас напал. Причём почему-то волков очень много. Вы заметили то, что в этом лесу почему-то очень много водится волков, и это странно. А милочка на третьем этапе теперь, она может драться, а ты можешь играть от её лица. Это хорошо, но мы с вами всё-таки не останавливаемся на достигнутом, и попытаемся ещё поохотиться на одного большущего, зловещего и самого злостного в этом лесу волка. Но, вроде как, победили его легко, и давайте дальше продолжим охотиться на волков. Чё-то нам сегодня везёт на волков, их очень много в этом лесу, и это очень хорошо, потому что за них дают и опыта много, и, конечно же, золотишко. А золотишко нам сейчас, ого-го, как нужно. Ладно, будем на всех подряд нападать, будем охотиться на всех подряд, потому что у нас всё-таки задача сегодня номер один, получить максимально много опытов, чтобы вырастить наших малышей. Но остался один всего лишь малыш, и он сейчас, и она, вернее, сейчас Амилочка подрастёт. Так, ну, когда ты там уже? Сколько ей процентов осталось? Давайте посмотрим. А, ей достаточно много. Ладно, пойдёмте-ка, мы с вами всё-таки победим одного тут босса, который прогуливался неподалёку. Я точно знаю, что он недалеко ушёл. Так, вынюхиваем следы медведя. Так, где же он? Где же он? Я чувствую, он где-то здесь, он где-то рядом. Его запах прям пронизывает мой нос. И вот он! Я его нашёл, я его нашёл, и сейчас, конечно же, я его постараюсь победить. Да, ничего себе, у него удар какой сильный! 40-40 очков здоровья снимает при каждом его ударе. Это много! Ну ладно, будем от него по кругу пока что бегать, и тем самым мы его очень легко победим за счёт наших, естественно, наших орлов, да? Ну что ж, уже половина здоровья мы с вами сняли нашему врагу, и давайте-ка с ним попробуем расправить... О, это чё такое? А чё это такое? Чё... А-а-а, там хитрый, хитрёныш был, вы видели, да? Из-под медведя вылез вот этот хитрый волчище. Ну ладно, давайте вернёмся к медведю, что ли. Ну что же, уже наступила ночь, друзья, и сейчас-то мы его точно должны победить. В прошлый раз ему повезло, потому что был очень рядом его друг и товарищ, это серый волчище, который всё-таки нас смог победить, но в этот раз мы ему не дадим просто так, нас справиться у него не получится, потому что он теперь один, а нас целых 7 человек! Вернее, не человек, я забыл то, что мы птицы. Хе-хе-хе! Я вообще забыл то, что мы орлы, точно, мы же орлы! Вперёд! Атакуем этого медведя! И отлично, мы сделали это, друзья! Мы с вами большие молодцы, но почему-то наш малыш... Эй, а милочка, ты чего? Почему 81% всего это так мало? Я не ожидал, что так мало процентов она получит. Ну ладно, давайте... А может быть, слушайте? Во, я понял. Сейчас она ещё поест, и, наверное, будет с ней всё нормально. 82% это... Стоп! Давайте пускай она дальше продолжает есть, потому что... Так, ещё 82%... Это очень странно! Ладно, видимо, нужно именно побеждать животных, так что мы с вами идём дальше охотиться. Почему бы нет? Сейчас действительно проверим тем самым... Ну, проверим этот эксперимент. Дадут ли нам больше опыта или нет? Так, на зайцев мы с вами будем охотиться? Да, а почему бы нет? Кстати, у нас уже скоро, скоро, скоро 69 уровень превратится в 70, так что скоро у нас будет очень-очень высокий уровень для такого большого птенца. Кстати, хотелось бы на Орле получить уже наконец-таки 100 уровень. Но я на этом не остановлюсь, потому что нужно проверить, как там дела у Вульфи и немножечко за него поиграть. Потому что у Вульфи там, по-моему, 148 уровень, и хочется ему получить всё-таки 150. Некоторые в комментариях мне, друзья, говорили то, что Амик, а ты попробуй покачать Вульфи без семьи. То есть просто одного покачать в большом лесу. Ну всё, и окей, я так попробую сделать, так что ждите в скором времени. Действительно, мы с вами постараемся поохотиться. И там, наверное, какие-нибудь сундучки пооткрываем, ещё что-нибудь. Как всегда, как всегда, друзья. Вот, наконец-таки, Амилочка наша самая любимая принцесса птенцов наших. Попробуем её вырастить. Да, теперь Амилочка большущая-пребольшущая. Ладно, давайте теперь постоянно будем охотиться. Кстати, мне интересно, мы сможем сегодня вообще победить быка или нет? Сейчас мы с вами и проверим. Хотя, вы знаете, бык всё-таки нас может подождать. А вот квест нас не может ждать, потому что мы и так уже затянули с ним. И очень давно его не можем пройти. Так что я сейчас принял решение. Прям так решил, сел и решил, что мы с вами всё-таки пройдём этот уже Делик, наконец-таки. Осталось всего лишь два Бельчонка победить. Так что я думаю, это будет легко. А, слушайте, я совсем забыл. Я же хотел получать опыт только одним. Так что нужно, нужно срочно лететь обратно в нашу пещеру и оставлять всю семью дома. Да, пускай они охраняют наше гнёздышко. Оставайтесь дома. А мы с вами, конечно же, отправляемся охотиться на маленьких Бельчат. Ну и, конечно же, я надеюсь, мы их очень быстро найдём. А, вон они, кстати! Или это зайцы? Нет, это зайцы, да? Нет, это Бельчата! Их как раз двое, их как раз двое. И мы, конечно же, их сейчас быстренько-быстренько съедим, переедим и получим... Сколько? Ээээ... Чё? А почему так мало? Я не понял. А почему так мало опыта дали? Это очень странно, друзья. Почему-то очень мало опыта дали. Видимо, на 69 уровне уже действительно мало опыта дают. Ну ладно, в принципе, я не сильно сожалею. Будем и дальше тогда прокачивать нашего орла. Ну я прямо очень много хочу получить уровня. Ну как нам быть? Ладно, давайте тогда отправимся на ферму. О, теперь мы с вами на ферме. И давайте-ка, наконец-таки, уже пробовать. Я хочу уже поохотиться на быка. Мне даже интересно, смогут ли наши-наши птенцы хотя бы немножечко... Ну, не. Ну я думаю, что мы, конечно, сможем его победить. Просто это зависит от времени. Всё-таки у нас уже достаточно прокаченные у меня орлы. И я думаю, что они, в принципе, в принципе, могут и дальше побеждать. Слушайте, давайте прокачаем сначала. Да, все параметры нужно прокачивать. Скорость и силу всем остальным птенцам. А вот Арчи нужно прокачать прямо все-все-все параметры. Так, ну здесь вообще бесплатно всё прокачивается. Отлично. Что бесплатно? Мы и делаем бесплатно. Почему бы нет? Так, у нас не хватает эликсира. Добавляем его. Конечно же, 10... 9 тысяч у нас эликсира. Это много. Да, действительно, это много. Но мы с вами не остановимся на этом. Действительно. И смотрите, у Риточки, хотя и седьмой уровень, но в принципе, в принципе, она нам тоже сможет помочь с охотой на быка. Так что, в принципе, можно её немножечко ещё прокачать. Да, я думаю, что действительно мы можем не справиться с быком. Я вам сразу это говорю, сразу, честно, без всяких яких. Но мы с вами попробуем хотя бы это сделать. Давайте для начала вот посмотрим, вот как они справятся с этим бараном. И овечка пала. Пала овечка, но в принципе ничего толком за него и не дали. О, смотрите, как они прикольно едят. Ладно, вы готовы, друзья? Я готов. 3, 2, 1, вперёд. Мы атакуем быка. Посмотрим, сколько за него вообще дадут опыта. Сколько за него вообще... Сколько мы вообще будем его... Будем с ним сражаться. Потому что у меня такое ощущение, что мы можем ему и проиграть. И причём это произойдёт очень легко. Но вроде как пока справляемся. Пока справляемся, главное, чтобы он нас не догонял. Если он нас догонит, будет очень, 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 очень плохо. Да, вот такими круговыми движениями в принципе можно его и победить. По стариночке, так сказать. Вроде у наших всех орлов хватает... А нет, слушайте, не хватает у них ничего, ни скорости, ничего. Да, их надо немножечко поднакачать. Ещё немножечко, конечно, нужно срочно... Да и даже не срочно, нужно очень, очень стараться, чтобы прокачать прям всю семью. Потому что только... Хотя нет, смотрите, неплохо, неплохо пробиваем его. 26 тысяч здоровья. Всё-таки это уже не предел. И мы можем, мы можем это сделать, наконец-таки. Давай, 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 давай. Мы сможем это сделать. Вперёд, 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 вперёд. Главное не унывать, главное не унывать. 23 тысячи практически... А, да, мы уже 11 тысяч. 11 тысяч здоровья у БК мы забрали. Ну ладно, это для нас, я думаю, не такая уж проблема. Действительно, мы с ним и сможем справиться. Но это очень сложно, друзья. Вы сами все видите, это очень сложно. Кстати, можно всех, всех-всех-всех боссов попытаться пройти за одного персонажа. Ну, например, за орла, да. Всё-таки давно мы этим не занимались. Нужно действительно проверить, как же всех боссов победить, например, за орла. Так что, в скором, я думаю, тоже сниму подобный ролик по Вайлдкрафту. Ждите, ждите. Ну и, конечно же, сейчас уже половину мы практически сняли нашему быку. И... и... давай, давай, немножечко осталось. И у нас, кстати, половина здоровья снял бык, потому что он очень сильный. Он снимает очень много здоровья. Но у нас энергии, как вы понимаете, хватит. Хватит у нас энергии, чтобы его уже наконец-таки победить. Больше половины. 15 тысяч здоровья осталось у быка. Сейчас мы его быстренько-быстренько попытаемся всё-таки победить. Я надеюсь, что у нас это получится. И нам дадут очень много опыта. Конечно, очень долго его побеждать. Это не сравнится. Хотя, может быть, сравнится. Сейчас посмотрим по опыту, сколько мы получим. Потому что всё-таки мы намного ниже уровнем, например, чем тот же самый Вульфи. Да? И за Вульфи всё-таки... Ой-ой-ой-ой! А вот сейчас надо быть очень-очень осторожным. Очень-очень осторожным. Чё-то мы расслабились, заговорились и чуть ли не проиграли. Ну ладно, если мы проиграем, мы, в принципе, просто прилетим назад. Да и всё будет хорошо. Так, ну что ж. У нас уже 10 тысяч есть. И... Эй, осторожно! Он же очень опасный! Он очень опасный и голодный! Я это вижу отсюда. Я прям чувствую, что он меня хочет съесть. Ну хотя быки, мне кажется, не едят птиц. Но я думаю то, что он хочет. Нас попробовать на зубок. Так, главное не проиграть. Главное не проиграть. Сейчас самая главная задача, чтобы быстренько от него уходить. По краям, по краям, просто по краям. 130 здоровья у нас осталось. А у него 6 тысяч. Осталось совсем капелюсику. Маленькую капелюсичку. И мы уж наконец-таки победим. Так, так, так. Осторожно, осторожно! Этот бык очень опасен. Этот бык очень опасен. Попробуем, попробуем. Эй, 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 эй. Осторожно! Ты чего? Такой грубый! Ты чего такой сильный, во-первых, да? А потом только грубый. Так, ну у него осталось 3000 здоровья. И это здорово. Потому что наконец-таки... Нет, 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 нет! Осторожно, осторожно, осторожно! Друзья мои! У меня осталось совсем мало здоровья. 30 здоровья. Сможем ли мы или нет? Как вы думаете? Это очень сложно. Но я боюсь. Я просто-напросто боюсь подходить к нему очень близко. Ай-яй-яй-яй! Друзья! Я чуть не проиграл! Я чуть не проиграл! Слушайте, может быть, сходить, отрегенерировать здоровье? Либо... Так, осторожненько, осторожненько передвигаемся. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! И у меня здоровья вообще нету! Вообще здоровицы нету! Ну ладно, ничего страшного! Да, мы это сделали! Нам даже не дали уровень! Вы серьезно? Нам даже не дали уровень! Это очень страшно! Мы... Это очень странно, да? Но мы все-таки справились. Справились. У меня вообще практически не осталось здоровья. И мы это сделали, друзья. Я не ожидал этого. Ну что ж, у нас 30 тысяч есть в кармане. Давайте попробуем открыть сундуки. Ну что ж, у меня есть ровно 30 попыток, чтобы открыть мистикл скин. Наконец-таки уже тот заветный, который мы долго ждем. А ждем мы, знаете, какой скин? Я вам напомню. Очень хочется получить именно огненный, огненную птицу. Открыли мы с вами подарок. За него получили 600 монет. Это достаточно много. И мы с вами уже откроем 31 подарок. Вот это здорово. Не 30, 31. У нас 31 попытка для открытия мистикла. Друзья, кстати, можете сейчас поставить вот на паузу. И давайте, знаете что? Давайте с вами попробуем угадать, на кого мне выпадет мистик. Может быть, конечно, это выпадет дубликат мистик. И вы угадаете. Напишите прямо сейчас в комментариях. Например, ну, если на волка выпадет мистик, то напишите про волка. Если на орла, то пишите орел. Посмотрим, кто из нас победит. Ну, или вообще ничего не выпадет. Вот, жду 3 секунды. 3, 2, 1. Открываем сундучки. И, слушайте, ну, я надеюсь, что нам хоть, хотя бы хоть что-нибудь выпадет сегодня. Хотя бы маленький мистикл дубликат. И я уже буду рад. Потому что если выпадают мистики, мистики дубликаты, значит, они есть на пути моем еще. Но пока что нету. Пока что нету. А хочется уже получить. И ничегошечки. Слушайте, а на меня кто-то там напал, что ли? Или что? Да, действительно, на меня кто-то тут напал. А кто-кто? А никто. Это на нас бык здоровенный напал. Ладно, сейчас мы от него быстренько-быстренько убежим. Да и все. Он же за нами не полетит. Не, он за нами не полетит. Он на месте остался. Ладно, открываем дальше. Сундучки. Ну и что же, у нас осталось 25 попыток, чтобы открыть мистикл. Эх, пока... Оооо! А, нет. Я думал, это у нас редкий питомец выпал. Но нет. К сожалению, пока что это дубликат. Эх, хочется, хочется. Опачки. Легендарный зверь. Но дубликат. Опять же дубликат. Пока что одни дубликатики нам выпадают. Ничего интересного нету. Ну, и, 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 и. Нет. Снова дубликаты. Снова, снова дубликаты. Ладно, на этот раз, я думаю, вот сейчас-то хоть повезет. Ха. На, не, не, не везет. Ну вот сейчас должно точно повезти. И, нет. Одни эликсиры. Одни эликсиры пока что редкие выпадают. К сожалению, ничего особенного не было. Но ничего, мы с вами не расстраиваемся. И идем к своей цели. Мистикал на волка, либо на орла. Мне, в принципе, без разницы. И на того, и на того хочется получить больше всего. Ну, конечно же, у меня еще вообще ни одного не... Это что такое? Редкий аксессуар на орла. О, смотрите, как эта маска прикольно выглядит на орле. Очень-очень здорово она выглядит. Так что мы, друзья, даже, в принципе, я даже рад. Давайте даже посмотрим, как она выглядит на орле. Где-где-где? Коллекция. Заходим и оденем масочку. Вау. Смотрите, она действительно прикольно выглядит. Я даже ее, наверное, оставлю себе. Да, действительно, оставлю пока что у себя на носу. Хотя у меня, смотрите, есть какая-то тоже прикольная масочка. Но, в принципе, мне нравится именно... Хотя, давайте, может, посмотрим, как другие маски смотрятся. Или нет? Давайте оставим новую маску. Хорошо. Так, у нас осталось 17 тысяч. И, конечно же, 17 сундуков. Это понятно. Но и... Так, одни дубликаты снова. Но мы не отчаиваемся. Идем дальше. Идем дальше. Главное, чтобы выпал хотя бы один мистикл. Я надеюсь на это. Потому что... Мне кажется, то, что многие написали в комментариях, то, что... Амик, тебе вообще никогда уже не выпадет мистикл скин. Че ты паришься, да? Но я-то верю. Я верю. И один... Один... Один денечек. Вот дайте мне просто один денечек. И в этот денечек я открою 100 сундуков. И получу уже, наконец-то, мистик. Так что не переживайте. Скоро, действительно, я буду открывать прям по 100 сундуков. Когда у меня вот вырастет уже, наконец-таки, мой орел. И будет мне добывать много-много золота. Пока что, как вы видите, мало золота мне добывает мой волк. Да? И, к сожалению, теперь я действительно не открываю просто каждый день сундуки. Потому что, ну, не могу я этого делать. У меня просто не хватает золота, чтобы открыть 100 сундуков ежедневно. Это очень затратно по времени будет, если я этим буду всем заниматься. Но ничего страшного. Сейчас мы с вами быстренько прокачаем орла до хотя бы сотого уровня. А там уже попрут у нас денюжки рекой. Просто мы будем собирать эти 100 тысяч монет просто за... за час. Ну да, за час я буду собирать. А потом буду вам снимать часовой... Не, шучу, не часовой. Ну, 20-минутный ролик, как я открываю сундуки. Почему бы нет? Нет, по-моему, этот формат уже должен наконец-таки вернуться к нам на канал. Ну, кто-то против кого-то. Например, там, например, волк против лисы. Либо лиса против лошади. Либо медведь против орла. По-моему, стоит вернуть Versus Battle на наш канал. Почему бы нет? Ладно. Мы с вами отвлеклись и смотрим. Последние-последние шансики на то, чтобы открыть действительно хорошие сундуки. Ииии... Легендарный эликсир. Зеленый легендарный. Последний сундук на сегодня. Смотрим. Легендарный эликсир. Да. Ничегошечки я практически сегодня не получил. Ну да, маску я получил. И за это, конечно, я хотел бы сказать огромное спасибо. Хотя бы за это. Ладно, друзья. Если вам нравится WildCraft, обязательно ставьте лайк, 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 лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Ну а мы увидимся очень скоро. Всем удачи. Ииии... Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok